Ну что же, я передаю всем привет, а кто прямо сейчас меня наблюдает, это были встречи между командой Комбо Ци и командой Нуклира в рамках фасткапа, сейчас на часах 4 часа дня, и я очень рад то, что именно сейчас начинается мой день. Ну что же, в банн уже отправились такие персонажи, как Сларк и Тинкер от команды Комбо Ци, и от World of War вместе с Друг Рейнджер от команды Нуклир. На первой стадии ребята себе взяли из команды Комбо Ци, Сайленсер и Тимберсо, а их оппоненты ответили с двойным пиком Леона и Винги. Ну что же, очень интересные задатки у обеих команд, как минимум меня очень впечатляет. Пик Сайленсера в первой стадии немного нетипично, обычно этот персонаж у нас будет заходить во второй стадии на четвертый или на пятый пик вообще, потому что очень хорошо прикрывает раскасты ваших оппонентов. Те же самые Блэкхоллы, Омники очень сильно страдают от этого персонажа. Ну и что ж, банксадь наша команда Нуклира закинула Фейслис Вайда. Это значит, что ребята не собираются использовать вообще хроносферу и не желают ее видеть в этой игре. Ну и вообще по пикам тяжело что-либо сказать, ибо Тимберсо у команды Комбо Ци скорее всего у нас будет отправляться в сложную линию, Сайленсер возможно будет либо мидером, либо саппортом. Саппортом в четвертой позиции он чувствует себя неплохо. К сожалению, не сможет быстро вносить в себя айтемы, что является определенным минусом. Ну и в это же мгновение команда Комбо Ци банит интимага, а их оппоненты сразу же кидают в ответный бан Морфлинга. Это означает только то, что игра у нас будет уже почти без керри с белым дэмэджем. Отрезает абсолютно все альтернативы командам уходить в такой глубокий лейт. Ну и еще в бан закидывают Бэйна, просто Бэйна. Чем это было аргументировано я не знаю, ибо скорее всего команда Нуклир уже взяла себе связку двух саппортов. И Бэйн тут никак уж не смотрелся. Поэтому наверное командам стоит об этом задуматься. Ну и если нам вообще нужно говорить про детальный анализ этих матчей, то даже пиков я бы сказал. Нужно все-таки в первую очередь обратить внимание на наличие этим Берсо. И как вариант, скорее всего, вам придется игнорировать возможность взять себе керри с ранжевика. Потому что Тимберсо слишком болезненно будет резать его первым с пылом. Там по 18 или по 12% статов основной характеристики снимается. И это безумно больно. То есть там по 300, по 400 хп. Только за счет статов у вас будет улетать. И после этого еще он сам спиливит по 400. Невероятно болезненно будет про с него стоять. Ну и что же. Остается всего лишь полтора минуты у команды. Что и нужно для этого сделать. Чтобы переиграть своих оппонентов, нужно сейчас предположить. Просто проскинуть мозгами. Как по мне, они могут сейчас взять Хардлайнер. Да, и берут они себе Тайтхантера. Правда, я думал, что скорее всего это будет у нас какой-нибудь Дарксир. Который в последнее время мелькает слишком часто перед глазами. Ну и он имеет... Это имеет место быть. Потому что персонаж крайне силен. И точно так же вы отрежете возможность команде оппонента брать себе миличного керри. Ну и Тайтхантер, кстати, тоже с этой альтернативой очень хорошо справляется. Потому что миличный керри будет очень тяжело против Тайтхантера фармить. Энчер Смэш имеет колоссальный ренч. Это значит, что только поставь себе под него и крипов ты на своем лайне больше не увидишь. А ребят все, кстати, берут Шэдоу Шамана. Прям-таки удивляются ими пиками, потому что герои очень ситуативные. То же самое касается и Шэдоу Шамана. Под него, кстати, очень часто забирается Урса, поэтому... Нужно команде Нуклир об этом задуматься. Просто Шаман это тонна контроля. И эту тонну контроля нужно реализовать большое количество дэмэджа. Большое количество дэмэджа из не забаненных персонажей. Я могу предположить, это будет только Урса, Террор Блейд. Ну и кто еще может прийти? Какой-нибудь Сларк, кстати. Нет, Сларка забанили еще в первой стадии, команда Сил Тьмы. Она же команда Комбо Ци. Приходится с этим немного мириться. Как бы не было мне это жаль. Ну и что же, 40 секунд, соответственно, команда Нуклир. Нужно хорошенько все обдумать, ибо оппоненты до сих пор не выдают свои стратегии на игру, как и где они будут кооперироваться, как и где они будут давить. Добираю себя в Рейт Кинга. Ну что же, замечательный пик. Это уже 3 стана на лайне, и почти ни один хардлайнер не может пережить такого. То же самое касается и Тим Берсо. Если только он подставится под первый стан, то незамедлительно в него влетят еще, еще и еще. В это же время оппоненты берут себя Гулю. Ну что же, неплохо. Есть у нас такие 2 жирных персонажа, как Рейт Кинга и Тайд Хантер, и он будет их отлично контрить. Это... Это есть истина. И игнорировать ее никак уж нельзя. Последние баны, потом последние пики, и думаю, что игра у нас начнется незамедлительно. Очень интересно посмотреть, как команда Нуклир у нас будет выходить в смоках, и бы есть у нее для этого все предпосылки. Наличие трех станов, наличие Тайд Хантера с тем же самым гашем, если что пойдет не так. Это чудовищный дэмэдж в самом начале. И, скорее всего, ферзбаты не смогут оформить еще до начала игры. Кстати, от параллельс бана они сразу же Шторм Спирита. А вот почему именно него, я даже не могу вам на этот вопрос ответить. Исключительно по той причине, что не знаю. У вас как бы есть в команде Тристана, единственное, что контрит хорошо Шторм Спирита, это Нюкс и большое количество дизейблов. Тут у вас дизейблов в обилии, поэтому немного странен, немного странен для меня этот бан. Не знаю, как по мне, кстати, ребята, банят сразу же Акашу в ответку. И сейчас будет распик мидера, по всей видимости. А против кого у нас вообще Шторм Спирит неплохо стоит? На моей памяти всплывает лишь один алхимик, который он спокойно отгоняет своим ремнантом. Если команда Нуклер будет брать алхимика, то для меня это будет большим шоком, если честно. Не ожидал я это его увидеть, но это вообще никак. И Б3 Сранжевика против Тимберсо, это очень больно. При любом раскладе это безумная боль, которую нужно как-то будет затыкать. Причем затыкать, что на ранней стадии, это значит, что команде Нуклер придется очень сильно потеять в самом начале игры. Тайтхантеру нельзя будет вообще давать никакой вольности на лайне, ни получения экспы, ни отводы, вообще ничего. Просто гнобить, 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 гнобить. Выходите в мид, опять загнобили, и опять возвращаетесь пинать Тайтхантера на свой лайн. Только такая альтернатива есть для этой игры. Ну и команда Комбо Ц забирает себе инвокера. Что ж, замечательный пик. Возможно, это же и хотели провернуть команду Нуклер. Других альтернатив я тут не вижу. Хотя Темпларка как вариант. Вот это большое количество дэмэджа, отсутствие контры, плюс неплохо себя чувствует против Гули и Силенсера, что немаловажно. Как по мне, отличный АП-пик. Тинкер, кстати, в названии, только сейчас подумал о нем. Пак тоже такой себе. Не знаю, для меня буквально только один вариант, и это Темпларка. 10 секунд, и мы узнаем, что же это будет. Надеюсь, что до рандома ребята не доведут. Читные секунды. И Мирана. Что ж, замечательно. Тоже неплохой пик, правда, немного будет просаживаться команда ближе к лейтгейму, если они до этой стадии затянут. Ибо Мирана не самый сильный мидер, о чем никогда не стоит забывать. Ну что ж, пока есть такая небольшая задержка, я, пожалуй, сменю худые. Ну и что же, сразу же ставится пауза, надеюсь, да. И буду представлять перед... В начале команду Нуклир. Сразу же кто-то отжимает паузу. Инвокер своей же команды, что для меня немного странно. Ну что же, не будем на это отвлекаться. И так, команда Нуклир. В этом противостоянии будут представлять следующие участники, а именно Трейн и Мирани, Стрексус, который у нас играет на Брэйт Кинге. Нексус у нас будет играть на Леоне. Ретек у нас садится на Тайт Хантера. И Визик у нас забирает Вингу. В то время как команда Сил Тьмы, она же команда КЦЛ. Она же... у нас будет сейчас представлена. Ну что ж, Паша у нас играет на Сэненсере. Тапочек у нас по всей видимости будет забирать себе Шэдл Шамана. Петрушка у нас садится на Тим Бирсоу. Рыбий Спит у нас забирает Лайс Тилик. И Ронда у нас садится на Инвокера. Вот такой вот пик у этой команды. Весьма своеобразный, потому что много жадных персонажей. Даже саппорты безумно жадные, поэтому как они собираются играть, я себе даже не представляю. Другое дело, тут у нас есть Тайт Хантер, который будет очень активен с появлением Мекки Даггера. Ну и хотя бы просто Арканов, выйти и рэвы ждать, это уже чудесно. Потма, который нужен только Аганим по большей части. И в Райт Кинг, который соберет себе армлет и пойдет уже крушить голову своих оппонентов. Переподключается у нас Шэдл Шаман. Ну и что же, игра наконец-то продолжается. Ну что, будет ли какие-нибудь расхождения от обоих коллективов? Мне пока что непонятно. Вроде как должны быть. Ну и что, и команда КЦЛ спокойненько тяпает к себе сложную линию, почти в полном составе. Смоки у вас есть, ребят? Смоки у вас есть у Сайленсера? По-прежнему не прожимаете. Ну и ботинок в Шэдл Шамана. В это время, кстати, у нас команда Нуклир почти в полном составе, потому что также двигается к себе на легкую линию. Единственное, что Тайдхантер у нас отошел немного, и Нексус немного опаздывает. Но надеюсь, что с этим проблем не возникнет, и ребята смогут своевременно стянуться в замес. Есть у них все-таки три стана, есть еще и Патмас с невероятно долгим дизейблом, поэтому можно реализоваться. Ну и в бочину ему входит команда КЦЛ. Давайте, 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 вы можете спокойно застать их врасплох. Видите, вы Трей, Трей, получая по себе сетку и начинаем медленно падать. Сетку тут же насменили зачем-то Шэдл Шаман. Ванды, Ванды замечательно дается лип. И что же, будет фраг? Надеюсь, что будет стан. Замечательно, Петрушку отградили, в итоге Трей навряд ли тут будет погибать. Тапочек зачем-то скинул сетку. Зачем это было сделано, мне пока что непонятно. Можно было спокойно продолжать замес в этом моменте. Ну и что, верхняя руна в последнем месте будет доставаться Тайтхантеру. Нижняя оставит мейнкерри команды Кальций и Хлор. Мне, наверное, так гораздо проще будет называть команду. Вы уж извините. Леон сразу же поставил абсервера, Центрею команды Калиций... Блин, Калихлор нету. В итоге придется инвокер оставить все это время под Виженом. Ну а Тайтхантер спокойно выходит к себе сложную линию и где начнет получать экспу прямо сейчас. Скорее всего, второй левел он уже успеет апнуть до момента прихода основных сил команды сил... Блин. Да, момента прихода основных сил оппонентов. Рыбый спит у нас спокойно двигается. Что? По фарму он только-только увидел крипов. По одному крипу с каждой стороны уже умерло. Ну а Тайтхантер у нас спокойненько отошел. Получил экспу за одного крипа и не давит, ничего не делает. Понимаю, что в любом случае он сможет получить в ближайшее время экспу. Самое интересное, наверное, у нас все-таки будет происходить в миду. Тут у нас будет стоять патма против инвокера, одношальная стрела и, возможно, это будет фраг на ронде. Ну, в то время как если 3 опустится ниже половины хп, получите себе колдснаб санстрайк и тоже будет чудесно. Что у нас там, кстати, с Тимберсо? Ему уже дали почти второй уровень. Ребята, до сих пор без реактив-формора и без Тимберчейна, выходите и забирайте его. Вы можете забрать его. Ну, что вы делаете? Визик, стан, замечательно, первый пошел, второй, 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 стрэксос. Второй стан, слишком поздно. Уже ушел Петрушка, ушел слишком далеко. Только подумайте, как вы могли его спокойно забрать, если бы вышел Визик. Визик. Немного путаю сегодня к нейме, но думаю, что ничего страшного. Ну, и что касательно фарма, вроде бы как у обоих коллективов все более-менее ровно. Почти одинаковый фарм. Кстати, стоял тут все это время в центре команды Сил Света. Ну, и что же, забираю второе в сервер в Миду. Очень приятно по Тме. Ну, и Ронда посекунку начинает отваливаться. Причем, отваливается очень болезненно, получая по себе стрелу. Трейл, в случае чего догонит, колд снэп, колд сэп по Трею. И Трею нужно липаться. Наверное, нужно было липаться именно на Ронду, ибо ты его убивал. По дэмиджу у него 59 единиц, у тебя 59 единиц. Будет же, кстати, время на Астрекса забирает ферст блац низ, и, конечно, ребята, смогли реализовать все твои три стана. И это очень приятно. Наверное, Винга, кстати, сейчас увидит у нас руну Инвиза и вместе с ней уже выползет на Мидлей. Где сможет помочь своей Патме. Давай же, ну, подстанк даешь, и вы убиваете Ронду. Хотя, то же самое можно провернуть, в принципе, из Петрушки. Петрушка тут, ну, оболтав, по-другому его не назвать. Как только он сюда приходит, и выходит четкая спецлотавра, он будет погибать. Пока что не знаю, что себе вкачать Винга. Третий лаву уже получила. Ну, думаю, что активность будет тут. Ну что, первый стан, давайте. Кстати, у нас Миран забрал инвокер, но думаю, что это не важно. Съел только что у нас манга. В Райд Кинг, получается там Петрушка, и ребят, что вы делаете? Можно же было только что забирать. Стрексис, чего ты творишь? Спокойно пинаешь крипов, в то время как можно забрать фраг. Дай быт своей команде. What the fuck? It's going on. Что касательно топа, у нас тут ретек, начинает спокойно получать экспу у себя на лайне. Два крипа он уже имеет, в то время как его оппонент имеет целых 7 крипов. По левелу у него четвертый, по левелу... Кстати, у Петрушки подстревает, получает у себя один стан, второй стан, третий стан, Хекс еще сверху и погибает. Фраг для заседцев Райд Кингой, это значит, что команда ведет уже со счетом 3-0. Ну и на текущий момент довольно-таки много. Что касательно верхней линии на 103 тег, вроде бы как спокойно пинает крипов. Все у него более-менее неплохо. Пятый левел не за горами. Остается всего лишь 200 опыта, а там уже и получит наш Тайд Хантер свой реведж. С реведжем даже можно будет постараться убить Пашу. Кстати, сюда стягивается Патма. Решила помочь своему тиммейту. Возможно, это второй степень, Синг-Синг. Но нет, просто забирает ранжевого крипа и зачем-то возвращается сюда. На лайнка можно было уйти в мид. Не мешая своему хардлайнеру получать экспу. Ну и что же. Все фармят. Первый крипса, кстати, принадлежит нас Гуле. Гуле никто и никак ничем не мешал. И это дает о себе знать. 26 крипов у него за душой на пятую минуту игры, то что касается Брэйт Кинга, у него 19 на 13. То есть, он более обильно динайл, чем не давал своему оппоненту какой-либо прихоти на лайн. Кстати, 10 динайлов есть у Сайленсера и ни одного классичного крипа. То есть, отыгрывает как фулл саппорт на этом лайне и просто получает экспу. Тут она, кстати, Брэйт Кинг отводит, причем отводит очень странно. Крипы слишком далеко и он совершает какой-то бред. Что ты сделал? Зачем ты отвел вражеских крипов? Сам же за них экспу не получишь. Оппоненты по-любому передавливали твой лайн, ибо у них два ранжевика. Просто взял и проиграл себе ситуацию на лайне. Боже, как же это странно. Кстати, что касательно нижней лайн, у нас получает прямо сейчас Петрушка первый стан, второй стан, третий стан, чей-то был хекс. Ну, а венги по всей мести нету. Нет, у Брэйт Кинг просто катился еще один стан, он его неиземедлительно выдает. Сейчас у нас 4-0, 3 смерти у Петрушки, чудесный хардлайнер. По-другому никак не сказать, что касательно мидлейна. У нас стоит Ронда, Ронда у нас квас, экзорд, но почему-то первым же темпом приобретает себе фейзы. Не делать никаких выходов в мидас. Ну и по фарму чутка проседает, ибо Патна его разок забрала, у Патны уже есть грыженая стика, есть фрайтбенд, есть ботинок, и есть бутылка. Ну что, нужно думать, чем дальше заниматься. Есть ДД у Трея, Трей может пытаться подцепить на стрелу. Колд снэп, эвейдет. Ну и что, у инвегера больше ничего не будет. Зачем ты убегаешь? Стрелу и поехал. Стрела, стрела неплохая, получает Ронда стрелу, причем получает по-очень глупому. Двойной старфол и фраг для Трея. Замечательно было сыграно, инвокер как-то забегался, задергался. Сюда же на это тянулось два саппорта команды НЦЛ. Кстати, гораздо удобнее будет их называть, как две аббревиатуры. Это натрий хлор и калий. Калий хлор. Ну и что же, стрекса спокойно вроде как фармит. Петрулька пытается чем-то откинуться и не попадает. Тимбер Чейна получает по себе под станд первый. Сюда же тяга с этой саппорта Хекс и вроде как уходит. Паша получает по себе сразу станд Рэйкингау. Рэйкингау, у тебя же нет ультимейта, дружи, куда ты бежишь? В итоге погибает. Фраг с этим Берсол. Неприятно, слишком сильно заигрался. Петрушка вновь промахивается стана, прожимает у себя манго, съедает стики. Точнее, в другом порядке, но да какая разница. Самое главное просто это рассказать. Тут у нас инвокер стягивается на руну. К сожалению, инвокер у нас до сих пор без бутылки. очень странно, обычно его всегда в первую очередь покупают. Но если по языку ты себе купил. Полноценный мидер. Кстати, у нас инвиз появился на нижней руне, это значит, что можно будет в случае чего прогангать тот же самый подмет тому же самому инвокеру застать в брасплок своего оппонента. Ну и что же? Ронда у нас выходит в инвизе вниз, и даже, наверное, будет кто-то стягивается из саппортов, что должно быть обязательно. Тапочек. Есть у тебя ботинок. Кстати, Тайтхантер только что нас забрал гулю, прямо под своим тавром, потратил при этом рэвидж. Замечательно было сыграно, остался еще на 19 хп, получаем себе санстрайк от инвокера. Моментальный размен, замечательно было сыграно, не хватает совсем чуть-чуть опыта до... Хотел сказать, до появления форжей, но тут инвокер, имея у себя всего лишь две сферы, качает инвок в бойку. Очень странное решение, чем оно аргументировано, я пока что не знаю, но Трей начинает очень сильно наваливать Ронди, получает Трей колдснеп, старфол, замечательно, Ронда проваливается больше, чем на половину хп, и давай стрелу. У тебя неплохие стрелы выходили в последнее время, стрела моментально попадает по Ронди, Ронда погибает. Еще один фраг для Трея. Мидон уже сделал три соло-фрага, тут же она, кстати, погиб, Тимберсон на нижней линии, опять-таки, три стана дают о себе знать, стоять тебе очень неприятно на этом лайне. Наверху у нас ребята пытались гнобить только что Тайтхантер, но он, по всей видимости, просто ушел. А, прошу прощения, совсем недавно погиб, и ребята по всеми сюда собираются пушить. Ибо у Гули уже почти есть армлет, мы будем себе привезти какой-нибудь Блайтсон и с ним уже спокойно начать пушить. 700 хп стоит с у Таврова Медусь даже дает телепорт у нас инвокер и Трея нужно бежать. Получая по себе колл снэп, липы уходят. Руна верхняя появится и за счет нее сможет спокойно выхилиться. Давайте, наверное, уже открою Нетворс, наверное, это будет более актуальная информация, ибо игра у нас немного застопорилась. И мы видим, как первые две позиции абсолютно и безоговорочно принадлежат двум кор ролям команды сил света. Команде НЦЛ Что ж, 4.280 по Нетворсу у Батмэн на 10-й минуту игры. Тут, кстати, на скле он по всей мести будет погибать, промахиваются станы, прожимается от Смэн Лайт Шэдо и есть у него полные стики. Стики, 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 7 хп. Просто стики не прожал. Ну, какая их жалость. Тут же она, кстати, с Трексас ведет Петрушку, Петрушка, возможно, тут будет погибать. Два стана и он будет минус. Ряки Фармур получает второй станы сразу же. Зачем, ребята, выдают сразу же два стана, мне непонятно. Улетает на самое идеальное дерево, по всей мести будет жить. 150 хп у него остается. Решили за ним не гнаться. Ну что же, воля ваша. Неверкуна, кстати, ван дайме пытался прыг без пицц забрать Ретека. Дается на вторая сетка, санстрайк и фраг для инвокера и еще один. Замечательно, инвокер может уже начинать собирать себе Мидас, но нет, это будет барабаной. Тут по всей мести инвокер категорически против всяких Мидасов. Получение левелов там всяких это ему пока что не нужно. А вот Ретек, блин, а вот Рейни так у нас критичен, потому что собирает он себе Мидас. И Мидас у него появится прямо сейчас. С учетом наличия аквилы, грейджные стики, бутли, ботинка это много, причем довольно-таки очень в сравнительной степени немного хромает, как вы могли заметить. Ну и что, бегает у нас Ронда по вражескому лесу, что ему делать не знаю. Зачем-то вкачал все-таки инвок в двойку, меня это очень сильно смущает, ибо мана затратностью повышает от вас пыла, и не можешь ты на 8 левеле вкачать себе, точнее сразу же кастовать себе двух форжей. Боится лишь один, но демжа у него будет, кстати, очень много. Ну что ж, выбегает, колд снэп, колд снэп, колд снэп пока что не будет, и не предвидится. Потом ребят тоже решили не давить, а у Рэпкинга появляется армлет, наконец-то, что там касательно гули, у Глифызи армлет, у Рэпкинга ПТ армлет. Неплохая симметричность, ребят, да и по надпорсам их почти одно и то же, что же у нас доказывается стан в Ронда, Ронда получает первый стан, получает по себе стрелу, глобал выходит, но заходит немного поздно, Ронда моментально погибает, что и ребят пытается убежать, вряд ли у них это получится. Еще один стан по Петрушке, Петрушка прогибает моментально, Паша, Паша умрет, нет, Паша по всей нести погибать тут не будет. Нужно прожать Медасик и пойти пушить спокойно Т1 Тауэр снизу. Думаю, это падение не заставит себя долго ждать. Ну и спокойно ребята вроде как его забирают, достается Тауэр, но кстати Крипам немного не успели ребята злосхидить и в Райт Кинг живет на Крополях. Ритек, кстати, в это время у нас собрал себе Брейсер, здесь у него 1200 золота и приобретает себе Арканы. Думал, что это будет ранний Дайгер, но нет, ребята решили сделать все по-умному, не копить на такие дорогостоящие айтемы. Стаков Нэшнетов у него нет, поэтому быстро поднять себе золото он не сможет. И очень сильно меня смущает вообще его раскачка, ибо вкачал у себя Кракеншелл в ноль. Это самое странное, что я в последнее время вообще видел, ибо спелл безумно хороший и просто игнорирует его наличие это глупо. Это знаете, как зачастую играют Фениксы у вас в матчмейтинге, которые приоритетом качают зачем-то и Карус Драйв. Третий спелл они зачастую игнорируют, когда третий спелл выдает слишком много бонусов. Кстати, у нас в Райт Кинге вот что забрал Шедов Шаман, на нем висит на Дайд Шедов и может в принципе дать ТП. Да, и спокойно с телепорту у Коя. Прожимается у нас Досты, Досты прожимается немного поздновато, Райт Кинг уже улетел. Ну, у нас, кстати, Гуля Путешественница в Тимберсо сидит. Ну и что, будет теперь противостояние 5 в 5. Тедхантер есть Равага, поэтому в случае чего врагам уже не поздоровится. Райт Кинг спокойненько бежит на ноге. Прожимается сразу же два смока. Ребята вообще не жадничают, понимают, что на это можно потратиться. Это самое нужное. Вылетает у нас моментально Рэбиспит, прожимает. Рэвич замечательный, заходит сразу же по троим. Тут у нас Санстрайк, Санстрайк остается не точно. Метеорит точно так же. Что, погибает сразу три члена команды Сил Тьмы. Убибает у нас прямо сейчас Гуля. Одного из своих оппонентов, забегает спокойно по Тавру, никого не бьет, получает по себе стан от Винги, стан от Леона и погибает. И это минус 4 в исполнении команды НЦЛ. Замечательно, ребята, отыграли, что сказать. И все это было без Врейт Кинга. Врейт Кинг, кстати, собирается по всей демести саблю вторым айтемом, что тоже имеет место быть. Айтем неплохой, да и с Врейт Кингом неплохо смотрится. Сразу же два станка по петрушке, кекс. И минус. Трексус вообще не ощущается его понятным. Он даже армлет не включает. Типа, зачем? Зачем мне это лишнее телодвижение, когда я без того разбиваю лица всем своим оппонентам. Трейс запрыгнул, Трейс запрыгнул слишком агрессивный и до 70-ти тут будет погибать. Будет его стараться обогнать сразу со всех сторон. Шедоу Шаман, кстати, имеет странную раскачку. Не выкачал он себя ни в единичку. Эзер Шока вкачал себе сетку в тройку и кекс двойку. Ванды. Грязет нас гуля Нексус, а тут, кстати, развалился Сайленсер. Спины, ибо в спине находятся в Райт Кинг. В Райт Кинг прямо сейчас будет еще разбирать лицо тапочку. Санстрайк, Санстрайк не точный. Выходит вроде как Нексус из этой ситуации живым. Хотя нет, стоп, пичка Ронды оказывается слишком болезненной и Вивзик тут точно так любит погибать. В это время разваливается второй саппорт команды сил тьмы. Он же Шедоу Шаман. В итоге размен вышел 2 в 2, плюс вышла команда. Нет, тут нельзя посмотреть, типа отображается у нас смерть только двоих саппортов команды сил тьмы. Силы света почему-то не учитывается, но перевес по золоту и того же оставляет почти 7500, а это довольно-таки много для 16 минуты. Что касательно XP, 7500 за командой НЦЛ. Добро пожаловать. Игнорировать такое тяжело, плюс у подмой почти появился аганим. Не хватает всего лишь 800 золота. Ну что, а тэдхантер спокойно берет и уфармливает себе самые дорогостоящие и полезные айтемы, а именно даггер. И после чего наверное соберет себе такой артефакт именуемым грифсами, который невероятно полезен. Кстати, у нас Райт Кинг вновь любил Сайленсера, парень загулял, пошел ставить варды во врачке леса, а тут его подождало просто немного в Райт Кинг. С Эхо Сейбром, с Топориком и, разумеется, с армлетом. Топорики я упомянул в скотч, потому что он только что им забрал вард, который поставил его оппонент. Эдхендер прямо сейчас нас ликвидировал Тиберсо, который вновь загулял. Тут находились сразу же два саппорта, это Винга, который скорее всего свапнул его по себе на хайграунд, где и разбили его вместе с Леоном. Ну что ж, Девардит еще один вард и это все, это крах для команды ГЦЛ. Глобал, глобал немного. Рановато. Хотя, как посмотреть, типа, тут у нас по-любому будет погибать Патма и Мега-кил достается Инвокеру, что приятно, и почти 2000 по золоту он получает. Может быть, сейчас себе купишь, мне даст? Ну давай же, другая. Хороший же АйТ. Инвокеры всегда себе его берут. Мне бы без него очень тяжело получать себе доминацию по левелу, за счет которой и живет в основном Инвокер. И нет, он просто ведет Курьера потайную лавку. Значит, это будет быстрый Аганим. Быстрый Аганим, когда у тебя вкачаны все сферы понемногу, это немного глупо. Ну, как минимум, я просто не понимаю тогда, если ты экзорт в Инвокер, то за каким чертом ты вкачивал себе в тройку квас, зачем ты себе в двойку берешь в экз? Просто бери макси экзорт. Кстати, прямо сейчас нас фраг кинг забрал шеду шамана, тут у нас Петрушка чуть не спел церемно бежать. Джик нас свапается с ронды, ронды получают в себе один стан, второй стан погибает. Замечательно. Еще один фраг, еще становится 22 на 8. Ребята убивают одного целого, одного третьего персонажа в соотношении к своим оппонентам это чудовищно. Доминация прямо-таки выглядит очень уверенно, потому что Эхо Себер только-только приобрела себе гуля. То есть, это считайте две гули, в каждой команде по одной, только в Райт Кинг почему-то перефармливает, просто по той причине, что делает очень много фрагов. Именно 11 единиц уже наштамповал и забрал два тавера. Что, вы неужели упадете в Т3? Совсем безбашенные, что ли, ребят. Можно и пойти, там, не знаю, в Рошана забрать, на следующие лайны сместиться, что будет тоже Камильфо. Кстати, Дайгер летит прямо сейчас на Астрексезу. Это значит, что теперь и он сам может быть единолично инициировать своих оппонентов. Того же самого Тимбера разрубать будет очень приятно. Ну, Эмирана спокойно взяла и забрала Тавер. Тут, кстати, только что гуля подцепить своего оппонента. Прожимает у нас Ваня, Шигуля. Гуля немного потерялась. Что и делать, она не знает. Летит сейчас Аганим к Патме. Ну и что, бежит своего оппонента? Чисто теоретически можешь попытаться. Ну, да ладно. Решили пока что излишне не напрягать своих оппонентов. Пинал. Гуля заходит Тайтхантер, получает по себе банды, но тут же их снимает станд по рыбьему спиду, ультимейт Леона и он погибает. Замечательный фраг для Брэйкинга и, насколько я понимаю, уже 12 фраг его копилку. Точно так же Дагрисия приобретает Тайтхантер. А это значит, что теперь у нас рэвидж однозначно будет. Однозначно будет почти в любом замесе, столько инициировать его драку не будут. Но это будет немного глупо, потому что у него есть Кракеншелл, который снимает с него почти весь дизейбл, который вы на него кидаете. То есть, та же самая сетка будет действовать от силы секунды полторы. Прожимается у нас Маки и команды сил света, это значит, что будет выход. Тут у нас находится вдвоем даже в четвером команды сил тьмы и если рэвидж будет в четверых, я буду орать. Это же круто. Петрушка сразу теряет полный своих хитпоинтов. Тут у нас находится Лион, понимаю, где находится тапочек и что же. Неплохой рэвидж по двоим пока что. Два стана, глобал сенс, залетает на астрексас и начинает наваливать. Сюда же нас тпк, что рыбы спит и замечательный рэвидж четверых. Как я говорю, даже пятерых сайленсер даже доделал краешком. Санстрек неточный и ронда будет погибать в этой ситуации. Ассестер через 50 хитпоинтов 7 хп он выжил, рыбы спит и так же будет разваливаться. Еще один стан и погибли. Думаю, что можно вполне писать гг. Счет 27 на 8 и 22 минуты игры за плечами. Преимущество составляет уже порядка 16 тысяч по золоту и 14 тысяч по экспе. Такой он вряд ли можно будет кампэкнуть таким пиком, ибо он вполне себе темповый. Он не предназначен для лейта, он не предназначен для эрли гейма. Вот именно просто темпа пик. То есть изначально хорошо себя показывают гуля на лайне, потом неплохо себя чувствуют этим, блин, с Тимберсо с инвокером, ну и все. В лейте вроде как вы должны были за счет них выезжать. Но команда НСЛ просто раскайтила на глиф, после чего отошла. Плюс еще и Шэдва Шаманс в ультимейт поставил, против которого довольно-таки больно сражаться. Может вы там все-таки выйдете на Рошана? Рошан, как по мне, это самая идеальная идея, что у вас сейчас может посетить. Обычно сармливает в Райт Кинг, понимает, где находится Рейбиспид и будет в него влетать. Давай. Муф, 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 муф. Плюс еще и тиммейты рядом. Давайте, от случая его поддержат. Врывается, стан, крит. Половина хп упала у гули, гуля погибает. Замечательно. Фраг достается в Райт Кингу вновь. 16 фрагов у него за спиной. Ну и можно спокойно заходить и крушить два раза их оппонентов. Тут у нас Райт Кинг катается. У него всего лишь 150 хитпоинт тут находится на нижней линии и вроде как он спокойненько фармит. Что фармит, насколько я понимаю, это будет у него Сакрит Реликт, после чего он сделает себе Радианс. Чуть не погибло у нас только что Трэй в этой ситуации прожимается по Light Shadow, прожимает сразу же двое достов. Достали они как одного, так и другого участника команды НСЛ, но решили излишне не агрессировать. Ибо Монтери рядом нет, дамаж дилера рядом нет, и что вы будете делать меня непонятно. Стрела. Стрела неплохая, убивает Shadow Шамана, вот это я называю 360 ноу-скоп. Влетает нас Ретек, забирает оппонент на Сайленсере, погибает еще Инвокер, можно писать ГГ, ребят, я уже вам об этом говорил, причем можно было писать уже давно. Ибо отбиваться вам нечем, против вас играет Адхантер, которого вы не загнобили, против вас играет В итоге Трей, кстати, у нас приобрел себе еще и Даггер, помимо Аганима, что добавляет ему излишнюю мобильность. Ну и все, можно заходить на Т3, ребят. Все внешние ТВРАО команды Калихлор неудобно ее по-другому называть. Все ТВРАО команды Калихлор уже потеряны, причем потеряны давно. Это значит, что можно либо зайти на Рошан и сломать Т3, либо прямо сейчас пойти и отдаться в Т3. Просто у вас есть Реваль, Шуретек, а это очень многое значит в данной ситуации. Но вы все равно играете слишком пассивно, вы набираете себе статично преимущество, хотя оно оставляет уже порядка 20 тысяч. Да, ровно 20 тысяч по золоту и почти 20 тысяч по XP. Это много, это не камбейшство на 24-й минуте никак, тем более такими героями, как у ваших оппонентов. И что вы сейчас намереваетесь делать, мне пока что непонятно. Дабл дэмэдж. Давайте, ДД и вратенька поехали крушить. Раз, раз, тычка, два, тычка, нуля. И победа. Прямо сейчас у нас Паша зачем-то выходит из-за компонентов, палец, получая по себе стан от брэкинга, брэкинг его забивает с одной криты, замечательно, поджимая с нас, ваниш, под мой. Стрела, стрела неточная, зато гаш неплохой зашел по инвокеру, но продолжать не стали. Ребят, ну давайте уже, ломайте. Ну, это смысл в том, что вы сейчас пушите миддллейн, когда у противников крипы находятся прямо на реке. Плюс, только-только Радик себя привез в Рейткинг. Да, если-то Рошана, и с Рошаном пойдет спокойно крушить. Будет слот у Рейткинга, скорее всего, да, ТП-шку в случае чего сможет выложить. И с таким количеством дэмэджа Таврун будет распиливать на раз-два. Да и в случае чего вы сможете всегда помочь. Тут у нас, кстати, вновь в такси в Тимберсов сидит. Стан. Вылетает у нас гуля. Получает Стан еще один петрушка. Сжмется глобал. Но какая разница, Кары Беспит прямо сейчас погибнет. Очень много ХП он потерял с обычных тычек. Свап венги. Ну и что? По Стан Леона. Тут же такой ультимейт Леона и это два фрага для него. Замечательно сыграно. Вновь летает у нас Райт Кинг. Начинает разбивать лицо еще одному своему оппоненту. Реализует свой ультимейт на полную. Минус 4 уже. И это будет минус 5 для Трея. В итоге команда сделала полный тимвайп. Счет оставляет 37 на 8 на 26 минуте игры. Я еще раз повторю, что такое навряд ли когда-либо камбэкнется и можно заканчивать игру прямо сейчас. Пожалуйста, либо напишите ГГ, либо просто идите в трон. Все возможности у вас для этого есть. Тем более до ультимейта ВК осталось порядка 30 секунд. А выбить такое количество маны нереально, потому что как минимум инвокер у нас. Не, класс вексы. Со станом залетает у нас Райт Кинг и ликвидирует своего оппонента. Почти без помощи Трея. Санстрайк, Санстрайк замечательный, но демидж разделил Трей с Визиком. Иначе бы Визик умер в этой ситуации. В Райтнигах до сих пор не было ультимейта. Поэтому, кто знает, может быть, даже он бы тут умер. Ну, нужно задуматься, что делать дальше. Ребят, пожалуйста, Рошан, не забывайте о его наличии. Это очень важно. Причем, важно в квадрате, в купе, и даже не знаю, что еще сказать. Просто поймите, не убьете его, вам будет тяжело заходить раз за разом. Хоть и центральную линию вы спустили. Кстати, Стрекс только что за два удара забрал своего оппонента, а оставшийся просто загорел из состава и с Радика. Ну и нужно думать, что делать дальше. По себе получает пилу у нас в Райт Кинг и едва не погибает. Мушар себя приобретает в Райт Кинг, а это многое значит. Ибо навряд он этот будет прожимать, иначе не зря он собирал. Сразу же получает хех на Стрекс, с него выдается пила, жмется глобал и пытается разгрыть его гуля, но не прогрызает. Слишком много армора, слишком много демежа. ВДГ реализует у нас в ульту в Райт Кинг, погибает сразу два оппонента, и что же, это будет минус 5, опять минус 5. Замечательный, инвокер только-только появился, но ребята идут невзирая ни на что сразу же в Т4. То, о чем я просил, и Ронда наконец-то пишет ГГ. Давно это было пора сделать, тогда, когда вы еще отдались четвером против своих оппонентов, Петрушка точно так же пишет ГГ, по всей мести кто-то отменяет. И все же игра у нас наконец-то клир, и это хорошо, причем даже очень. Ребята показали себя на две головы выше, чем оппонента, это значит, что на следующей игре, а я точно так же подключусь к ним. Ну, так что желаю пока что до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok